Добрый день! С вами Говорящий Учебник. География 8 класс. Почвенные ресурсы России. Почва. Значение почвы для жизни и деятельности человека. Без преувеличения можно сказать, что своим существованием человечества обязана почва. Почва – главный источник получения сельскохозяйственных продуктов и сырья для промышленности. 88% пищи человечество получает в виде урожаев с обработанной земли. Если же учесть и продукты животноводства за счет выращивания скота на лугах и пастбищах, то эта цифра возрастет до 98%. Но ценность почвы определяется не только ее значением для производства продуктов питания и сырья для промышленности, но и той великой экологической ролью, которую играет почва в жизни биосферы. Через почвенный покров суши, эту тончайшую ее поверхностную оболочку, идут сложнейшие процессы обмена веществом и энергией между земной корой, атмосферой, гидросферой и всеми живущими в почве организмами. Причины развития эрозии почв. Уничтожение древесной растительности, распашка площадей, нерегулируемый выпад скота, отсутствие противоэрозионной агротехники, ошибки в размещении культур и недостатки в хозяйственной организации территории. Отчего же нужно охранять почву? Почва относится к легко разрушаемым и практически невысполнимым видам природных ресурсов. Естественные враги почвы – это водная и ветровая эрозии. Резко усиливает эрозию хозяйственной деятельности человека. Возделывая почву подсельскохозяйственной культуры, человек лишает все большие площади земли естественного травяного покрова, а распаханные, незащищенные, скрепляющие герниной почвы подвергаются смыву и размыву. Из-за эрозии урожайность полей снижается на 20-40%. Поэтому борьба с эрозией – это важнейшее средство поддержания плодородия, обеспечения высоких урожаев. Главное противоэрозионное мероприятие – внедрение правильных почвозащитных севооборотов, строгое соблюдение агротехники, полизащитные и противоэрозионные лесонасаждения, специально-гидротехнические сооружения. Примеры эрозии почв. Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Мелиорация в сельском хозяйстве – это совокупность организационных, хозяйственных, технических мероприятий, направленных на коренное улучшение почв, повышение их продуктивности с целью увеличения урожаев, сельскохозяйственных культур и кормов для животноводства. Основными видами сельскохозяйственных мелиораций являются орошение, осушение, борьба с эрозией, химическая мелиорация. В решении проблемы охраны и повышения плодородия почв важную роль играют разные науки – география, биология, химия. Задача географии – изучить и выявить районы, требующие мелиоративных работ, предсказать возможное влияние мелиорации на почвы и другие компоненты природы. Например, большой осторожности требует осушительная мелиорация. Излишнее осушение земель может привести к обмелению рек и озер, питаемых заболоченными землями, а также и сушению лесов. При химической мелиорации необходимо точно соблюдать нормы и режим внесения удобрений. Их нарушение может вызвать перенасыщение растений минеральными веществами, ухудшение их питательных качеств, а также привести к смыву удобрений в водоемы и засорению их. Охрана почв. Значительное влияние на почвы оказывает деятельность человека. Используя почвы, человек меняет их свойства и в лучшую, и в худшую сторону. Для охраны почв от отрицательных последствий деятельности людей в нашей стране приняты основы земельного законодательства, главный правовой документ по вопросам использования земельных ресурсов. В научно-исследовательских институтах изучаются вопросы о защите почв от ветровой и водной эрозии. Разрабатываются комплексные меры защиты почвенных ресурсов, способы рационального их использования. Как сохранить землю, как поддержать и приумножить ее плодородие, должны знать все. Бережное отношение к лесным насаждениям, травянову покрову во время походов, экскурсий, повседневной жизни – это посильный вклад каждого человека в дело защиты почвы. А я желаю вам удачи, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok